У каждого поколения имеется свой кумир. Для наших отцов им являлся Владимир Высоцкий. У поколения нынешних сорокалетних Егор Летов. А у тех, кому сейчас около 30, таковым был Михаил Горшенев, он же Горшок, лидер рок-группы Король и Шут. Был, потому что два года назад Горшка не стало. В годовщину его смерти 30 июля на концертной площадке ТОС Черкасов состоялся концерт, посвященный памяти легендарного музыканта, в котором приняли участие группы Second Life, творческое объединение «Вода», Роман Дюрягин, Павел Гречкин, а также бывший вокалист Second Life и Максим Юдин, приехавший для этого из Волгограда. Словом, весь цвет калачевского рок-н-ролла. Дмитрий, как ты думаешь, чем так привлекало и продолжает привлекать молодых людей творчество Короля и Шута? Что в нем было такого, созвучного вашим мыслям и чаянием? Ну, я думаю, что, во-первых, когда-то давным-давно, когда существовал русский рок еще 80-х, начало 90-х годов, он был немножко однообразный, омрачительный, ну, как бы в одной стилистике. То есть такие группы, как «Наутилус», «Кино», «Аквариум», они все как бы существовали в одном жанре. А когда появилась группа Король и Шут, это какое-то совершенно новое движение, которое содержало в себе сказочность, ну, фольклор, естественно, и бешеная энергетика, которую отдавали музыканты. Я считаю, это одна из первых групп, которая, как бы, взяла путь на Запад, то есть именно в своем звучании, как бы, говоря уже с музыкальной точки зрения. Это разные стили в музыке, которые на протяжении долгих лет, ну, точнее, всего существования своего музыканта использовали. Если послушать каждый альбом, то он каждый по своей стилистике разный. Как бы, это первый момент. Ну, второй момент, естественно, это бешеная энергетика, это атмосфера, которой группа заражала. И почему, как бы, выбрали мы и приняли решение каждый год проводить концерт, сделать это традиционным. В свое время группа Король и Шут нам дали что-то от себя. Теперь мы считаем нужным, как бы, отдать должное группе Король и Шут. Ну, хотя бы вот таким вот маленьким незначительным действием, как организовать концерт в памяти Михаила Горшенева. ПЕСНЯ 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 Продолжение следует...